Всем привет, доброго дня! Много уже ребята мне пишут насчет хотспота, чем и как вы работаете, какими электродами, какие материалы и так далее и тому подобное. Я уже не первый и не второй день этим занимаюсь. Скажу одно, что приборчик очень хорошо себя зарекомендовал, помогает справляться с потянутым металлом. Вот так штатно идет вот такой удлинитель. Это сталь на конце у него окончания. На полуавтоматах применяются обмедненные такие наконечники. Здесь то же самое. Разница между ними. Этот длиннее и с загибом. Этот покороче, это все сталь. И штатная точно так же комплектуется угольным электродом. Более полно ответить на вопросы. Решил сделать еще несколько насадочек разных. Посмотрим, как это все получится. До этого сразу оговорюсь, я пробовал снимать работу, как это все делается. Глазом-то видно, а вот камерой смартфона это плохо видно. И я эту затеву оставлял. Но уже решил, раз, как говорится, обещал, надо снять. Посмотрим, что из этого выйдет. Поехали. Вот таким образом заточил одну часть. Не буду шуметь своим станочком. Просто покажу, вот что получается. Следующая насадка из латуньки. Здесь острая. С другой стороны будет тупая. То же самое. Из латуньки. И вот она алюминиевой. Теперь все это можно попробовать. Такой комплект насадочек у меня получился. Это у нас латунька. Алюминий. Сказать, что чисто алюминий, это вряд ли какой-то сплав. Это у нас графитовые стержни. Обмедненные. Вот это даже под руку попалось. Это таулово. Медные проводочки. Кусочки. Иногда приходится куда-то подлазить. Нахожу выход из положения. Даже вот так вот пришлось один раз сделать. Итого. Сейчас мы попробуем вот эти насадочки. Как они работают. Пытался я вот тут поснимать, работая. И понял, что затея снимать на смартфон такие вещи не получается. И тем не менее, я решил поставить тельняжечку. Хочу предварить немножко вот этот тест. В основном я работаю, конечно же, вот такими угольными электродами. Но просто было интересно, как сработает, допустим, острое окончание. И вот такое округлое окончание. Будет интересно, наверное, и мне, и вам. Второй момент. То же самое делал стальные насадочки. И ничего хорошего не было. Он просто моментами подлипает, залипает. И назвать это комфортной работой нельзя. Поэтому я даже и не буду ничего показывать. Начинаем с такого острого окончания. Второе будет вот такое, закругленное. Мощность я поставил на приборе 35%. И сейчас попытаемся что-нибудь прошевелить. Думаю, что было видно. Следующий это будет вот эта пуля из латуни. Вот она, латунь, к сожалению, тоже подлипает, как сталь. Но не настолько, как бы, неприятно. Что касаемо стали, то вообще очень некомфортно работать. Стальными вот такими окончаниями мне не нравится работать. Следующий вариант это олова. Насколько я так понимаю, даже не видно, где чего я работаю. Да, к сожалению, не получается заснять по олову. Что хочу сказать. Тоже оно немножечко подлипает. И как даже слышно по звуку, громко работает, шуршит. Все-таки попытаюсь, может быть, увеличение дать побольше. Сейчас попробую еще раз поснимать. Постараюсь все-таки снять. Вот даже, как мы видим, на палец не хочет фокусироваться. Увеличение десятикратное. Сейчас попробуем все-таки снять и показать, как это работает. Надеюсь, получилось хотя бы что-то визуально увидеть. Единственное, не получается на смартфон все это снять так, чтобы это было доступно видно. Да, можно обмедненным там или латунькой работать. Чем угодно можно работать. Самое главное, чтобы у вас получалось и вам было комфортно. На сегодняшний день мой ответ однозначно. Только угольный электрод. Так что вот такой небольшой тестик. Давно уже ребята меня просили. Снимите тест, чем работает лучше, чем электрод вот такой. Пока что я не видел. Обычные угольные обмедненные электроды. Вот это 6,5. Это 8 миллиметров. Это 10 миллиметров. Это под споттер. Остальные можно пользоваться. Вот такой я сделал вывод на сегодня. Что мягко, корректно. Опять же, на мой взгляд, работать острым окончанием или таким. Сильно большой разницы я не заметил. Теперь небольшой бонус для тех, кто мои ролики смотрит целиком, а не урывками. Когда я снимал вот так в лампе, вообще ничего не было видно. Когда я снимал под большим увеличением тельняшки, что-то стало видно. Потом я применил вот такой рассеиватель. Снимать не так стал, а вот так. Все более-менее получилось. Смотрим продолжение. Бонус для тех, кто смотрит мои ролики целиком. Поехали. Надел очередной экранчик. Попытаюсь заснять, чтобы было визуально видно. Камера в одном направлении смотрит. Когда я ставлю низко камеру. Я прекрасно вижу, но просто с другой проекцией. Сейчас еще одну проекцию сделаю. Навалил мощности 55%. Надеюсь, что этот дубль получится более визуальным. Дымочек прям выходит по чуть-чуть. Но краска еще пока живая. Вот, как мы видим, я ее припалил. Но так я смог визуально показать, как работает прибор, как он стягивает металл. Что происходит, когда мы дотрагиваемся электродом. Что получается при этом. Еще один дубль. Ничего мне не придумал, как уже работать прямо в камеру. Лампа стоит так, что я нифига не вижу. Как мы видим, там уже дымок идет. Внизу что-то подгорает. Еще раз повторюсь. Здесь мощность 50, где-то 55%. И работаю я через камеру. С непривычкой, конечно, попадаю не туда, куда хотелось бы. Вот здесь вздулся такой орел, как вулканчик. По-хорошему это все надо немножко осадить. Сейчас немножко осадим. Как говорится, с горем пополам получается снимать. Камеру с непривычки не получается попадать туда, куда надо. Так что, сори. Вот эта работа при десятикратном увеличении получается у нас. Надо еще разочек осадить края. Ну вот как-то так. Вывод. Прибор работает. Заснять это все-таки удалось. Сейчас вот обведу это место, где вмятина была. Тут экспериментировал. Сейчас покажу, что получилось. Если убрать лампочку еще чуть подальше, то мы видим, что на самом деле уже была вмятинка. Уже получились шишки. Также и здесь вот отмечено. При желании можно даже переподнять. Вот мы видим шишку. Здесь у нас была яма. То же самое вот здесь. Мы видим шишку. А была у нас ямка. Надеюсь, я ответил на вопросы, которые мне задавались. Чем работаете, как. Еще раз повторюсь. На мой взгляд, самый удобный и комфортный для работы это обведненный угольный электродик. На этом хочу всем пожелать хороших, удачных работ. Всем привет. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok